В России со следующего года изменится система уплаты налогов. Чем выше доходы, тем больше придется отдать в казну государства. Это так называемая прогрессивная шкала НДФЛ. Госдума приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении. Я напомню, что на сегодняшний день у нас двухступенчатая шкала. Для тех граждан, которые зарабатывают до 5 миллионов рублей в год, НДФЛ составляет 13%. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов в год, НДФЛ составляет 15%. Со следующего года вводится 5 ступеней от 13 до 22%. И считаются они следующим образом. Те, кто зарабатывает до 2 миллионов 400 тысяч рублей, они будут платить те же самые 13%. Те, кто зарабатывает от 2 400 до 5 миллионов, для них вводится 15% ставка. От 5 до 20 миллионов вводится 18% ставка. И выше ставка планируется в размере 22%. Иными словами, НДФЛ по ставке 15% будут платить граждане, чей доход в месяц превышает 200 тысяч рублей. А 22% заплатят те, кто зарабатывает в месяц от 4 миллионов 170 тысяч. Новая система не коснется выплат участников СВО, а также северных надбавок. Ничего не изменится и для самозанятых. Для них сохраняются действующие ставки налога на профессиональный доход. Итого, по расчетам Минфина, повышенные ставки затронут 3,2% работающих граждан страны, или около 2 миллионов человек. При этом Министерство финансов предложило увеличить не только НДФЛ, связанный с зарплатой, но и налог с продажи недвижимости. Сейчас какую бы недвижимость, за какие бы деньги вы не продавали, вы всегда платите только 13%. То есть вот эта 15% шкала здесь не применяется. Со следующего года шкалы будет 2. То есть если вы продаете недвижимость или транспортное средство стоимостью до 2 миллионов 400 тысяч, вы платите 13%. Если ваш объект имущества дороже 2,4, то вы будете платить 15%. Серьезные изменения коснутся и бизнеса, особенно малого, поскольку реформируется упрощенная система налогообложения, так называемая упрощенка. На сегодняшний день у нас существуют довольно простые правила по упрощенке, поэтому этот налог так любим малым бизнесом, потому что мы можем выбрать один из двух вариантов. Мы можем выбрать либо 6% со всего оборота, либо 15% с разницей дохода минус расходы. И предел, лимит для так называемой упрощенки у нас составляет 200 миллионов для ставок, которые я обозначила, и 260 с копейками миллионов для повышенных ставок – это 8,20%. Со следующего года государство планирует увеличить вот этот порог для применения упрощенки, сделать его в размере 450 миллионов, что, казалось бы, хорошо, но при этом государство вводит НДС для всего практически малого бизнеса. Предприятия, которые будут зарабатывать более 60 миллионов рублей, станут платить НДС на выбор из двух вариантов. Либо платить так называемый классический НДС, это те самые 20%, и тогда они могут платить НДС и применять все вычеты также по НДС. Либо они могут выбрать НДС в размере 5%, это НДС до 250 миллионов рублей, либо 7% это НДС от 250 до 450 миллионов, но тогда ни на какие вычеты они права не имеют. Ну, то есть, по сути, для них вводится дополнительный налог в размере либо 5, либо 7%, ну, так называемый, по сути, это налог с оборота. Если у тебя оборот более 60 миллионов рублей, ты будешь платить НДС. Кроме того, происходит увеличение налога на прибыль. Уже несколько десятилетий этот налог составляет 20%, но со следующего года он вырастет до 25% для всех компаний и предприятий, которые находятся на общей системе налогообложения. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные доходы от увеличения налогов пойдут на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развития регионов и промышленности. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.